Цирк – это яркое зрелище и смелые трюки. Это красиво и весело. Цирк – это праздник. Это вот жизнь наша, вот когда я превоплощаюсь, одеваюсь, это как в нереале. Цирк – это детский смех и опасные звери. Медведь вышел из клетки, начал зашел в гримёрку и стал ходить по столам. Цирк – это место, где актёры порой работают на пределе своих физических возможностей. Место, где артисты выступают без страховки и каждый раз рискуют жизнью. Поставили ему блокаду, позвоночник, чтобы меньше чувствовал боль. И работали так месяц. Только так можно получить такие важные для артистов аплодисменты зрителей. Но какова их цена? Пришёл на голову и сломал шею и умер. Вообще цель – для чего мы это всё делаем? Для чего? Актёры цирка порой теряют семьи и пропускают даже самые важные моменты в жизни. Всё ради зрителя. Он на похороны не поехал, потому что у него в зале сидело 2000 человек. И он не поехал, он маму не похоронил. Вот так жестоко. Вот так. Что скрывают за собой кулисы и как выглядит цирк без грима? Вся жизнь Оксаны проходит перед зрителями. В свои 40 она по-прежнему королева цирка. То, что вы видите на манеже, это буквально мгновение. Это просто результат работы. Это просто как бы показать. А вся жизнь закулисная, она каждодневная. У цирки она уже больше 20 лет. Половину жизни. Для артиста это конец карьеры. Но Оксана пока не готова передать свою корону. Я боюсь уйти из цирка. Уйти на пенсию. Вот это самое страшное. Летоисчисление её жизни – это номера. По ним, по костюмам она отмеряет лето или осень. Сейчас на календаре. Но артистка никогда и ни за что не спутает, какой раз выходит на сцену. Единственное, что она знает наверняка – сегодня её 75-е выступление в этом сезоне. К нему готовится будто впервые. Я когда с первой фразы, вот я сижу там в своём кабриолете, думаю, всё сначала. Вот как я сейчас скажу первую фразу сначала. Но это так интересно. Потому что люди разные. И вот когда ты произносишь фразу, и они тебя или поддерживают, или не поддерживают, а на минуточку две тысячи человек сидит. В её подчинении самые сложные в дрессировке животные. Оказывается, голуби. Ради пятиминутного выхода на манеж с этими птицами Оксана репетировала почти два года. Выходного нет. В прямом смысле этого слова – 30 птиц. Это как дети. И как я могу своё дитё оставить на кого-то? Это нереально. Утро Оксаны начинается не с завтрака. Первое в графике – уход за птицами. А у её мужа – за лошадьми. Лошади тоже выгуливают. Вот как вот ребёнка. Ты на улицу и иди, сходи в туалет. Во время выступления артистов ассистенты всегда готовы выйти с совком и веником. Часто это родственники, которые также работают на манеже. Большую часть времени её семья проводит в небольшой комнате – гримёрке. А пока родители дрессируют животных, их дети ищут своё место под куполом. Мой жизненный опыт был очень сложным. Я так не хочу, чтобы мои дети переживали именно… Оксана считает свою цирковую судьбу очень тяжёлой. Но знает, что бы ни случилось, тебя ждёт зритель. И ради него приходится одевать маску. Чтобы не заплакать. Да, у меня умерла мама 14 января, когда у меня были ёлки, я играла Снегурочку. Она упала в кому 6-7 января, а у меня были ёлочки. Я не могла. Она меня ждала в реанимации до 14-го числа. А потом я её отпустила. Всё. Шестокая профессия. Классная. Её сын выбрал воздух. Это направление – одно из самых опасных. Гимнасты работают без страховки и рискуют жизнью, выходя на манеж. Тимофей уже воздушный гимнаст. Он с детства придерживается диеты и строго контролирует свой вес. Всё ради коронного трюка. Тимофея выбрасывают почти на 10 метров в высоту. Приземлиться должен на тонкую перекладину, которую держат два его партнёра. В последнем концерте он был близок к падению. Он рук не чувствовал. Когда я заходил, уже выполнял тройное сальто на рук палки, он уже меня плохо видел. И он очень переживал, что он сейчас может меня не поймать. Несмотря на риск, завещаний в цирке не пишут. Здесь это плохая примета. Акробатый подкидная доска выполнял шест-сальт. Шест-сальт. И первый раз, выполнив его не совсем удачно, он попросил повторить его, так как это рекордный трюк. И когда он его повторил, он в воздухе потерялся и пришёл на голову. И сломал шею. И умер. К несчастным случаям цирк готов. Что бы ни случилось, всегда есть клоун. Он рассмешит и отвлечёт зрителя. Ведь шоу должно продолжаться. Воздушные гимнасты когда упали, и надо было быстро побежать и работать. Естественно, зрители видели, что воздушные гимнасты упали. И тут надо смешить людей. Цирк тщательно скрывает различные случаи травмирования артистов и летальные исходы. Все тайны остаются под куполом. Тимофей признаётся, жена устала переживать за него и подаёт на развод, а дочь из-за частых и длительных гастролей почти не помнит отца. Намного больше времени проводим мы с партнёрами, чем, допустим, с семьёй. Особенно если уезжаем куда-то на контракт. Мы семью оставляем дома и уезжаем на долгие годы. Допустим, сейчас мы только вернулись, полтора года работали на контракте, семьи с нами не было, семей. В общем, это как в армию ушёл. Пока обычные дети мечтают о сказке на арене или бродячем цирке, свободе и манящей романтике артистов Шапито, другие не знают иной жизни, вне арены. Когда-то такой билет в один конец получил и Виталий. Он уже 25 лет жонглирует для зрителя, говорит, руки и реквизит стали неразлучны. Я каждую главу сам вырезал, я её знаю, я её чувствую, я знаю, когда я её сделал. И сколько бы ни прошло лет, каждый выход для артиста как первый. Перед кулисами стоишь мандраж жуткий, потому что ничего не знаешь, что случится. Главное успеть поплыть. Страх исчезает уже на арене. Там циркачи отдыхают и даже успевают думать о повседневности. В манеж выходишь и думаешь иногда, да, ловишься на мысли, что думаешь уже где-то не о рабочих, где-то немножко переключаешься, что можно сейчас сходить в магазин, купить какие-то продукты, что-то приготовить. Да, повседневные вещи, как у всех людей, они присутствуют. Понятно, покушать, что одеть. Наравне с привычными вещами у артистов есть и свой ритуал перед выходом на арену. Я всегда молюсь и крещусь перед тем, как выйти туда в манеж. В цирке полно суеверий. Обутыми на арену не входят и спиной к манежу не поворачиваются. Это уважение к тем людям, которые ведь на этом манеже, на этом манеже, на других манежах происходило очень много всего и печального тоже, и разбивались люди. И мы считаем, что эти души, они там все летают. И как бы уважение к ним, с уважением к ним нельзя разворачивать спину. Цирк – это их добровольный выбор, их любовь и страсть. Это моя жизнь, это буду продолжать, пока я смогу. Все уходят, извините, прямо отсюда. Поэтому, вот сколько Бог даст. Субтитры создавал DimaTorzok